...правом каждого человека на земле являются теми незыблемыми правами, за которые мы будем стоять и которые мы будем держаться. С 2012 года мы видим, как наш интернет пытаются грязными руками трогать все, кому не попадя. Все началось с закона о защите детей. Далее, собственно, за законом принимались, несмотря на широкие общественные дискуссии, протесты. И сегодня мы пришли уже, наверное, к самой вершине нарушения конституционных прав граждан. Мы этого не допустим и считаем, что наш интернет – это свободное пространство, в котором каждый из нас волен чувствовать себя в безопасности и понимать, что никакой глаз злоумышленников или спецслужб туда не влезет. Руки прочь от интернета, друзья! Руки прочь от интернета! Спасибо! Это Сергей Тарбинян. Закон Яровой приняли политики. Это политическая история, это часть, к сожалению, той политической реальности, в которой мы живем и находимся. Поэтому, как бы мы ни хотели говорить только про айтишные аспекты, про политические придется тоже. И мы рады, что нас поддержали разные политические силы. Владимир Осинин, от Либердорианской партии, пожалуйста. Добрый вечер. Нашу свободу забирают постепенно. Шаг за шагом государство последовательно принимает репрессивные законы, один за другим. Смотря на каждый этот закон в отдельности, можно подумать, что тот закон еще более-менее, его можно потерпеть. Этот, ну тоже не так плохо жить будем. Но в совокупности они не оставляют нам пространства для реализации наших прав и свобод, а также портят нам экономику и делают нас всех беднее. Я думаю, с этим все здесь будут согласны. Интернет не подлежит государственному регулированию, потому что интернет не принадлежит никакому государству. Интернет принадлежит всем нам, и потому он должен быть свободен. И почему мы должны платить в разы, в несколько раз больше за услуги связи, которым каждый из нас пользуется каждый день, чтобы за нами же было легче следить КГБшникам? Потому что да, они КГБшники, ФСБ, КГБ, какая разница? Московские власти, в частности, преуспели в том, чтобы создавать для нас иллюзию. Они очень много работают над этой иллюзией, что горожане, что граждане влияют на жизнь города, что они управляют им. Власти разрушают объекты частной собственности, которые кажутся им недостаточно эстетически привлекательными. Власти перекапывают улицы, чтобы сделать, как в Европе. А также они защищают парки от любых следов частной деятельности и вновь их открывают. Все во имя жителей, все для людей, типа ради людей. Но принимая и даже молчаливо соглашаясь с нарушениями прав, которые неизбежно сопутствуют активности власти, мы находим себя вытесненными с центральных площадей города. Мы находим себя в загоне, как раз в таком защищенном аккуратном парке, куда нас отправляет власть, когда мы хотим выразить протест по поводу очередного репрессивного закона. Все дело в том, что государство предоставляет услуги и инфраструктуру сомнительного качества. При этом они засовывают руку нам в карман, они читают нашу переписку и они сажают нас и наших друзей за высказывание своего мнения. Важно понимать, что свобода важнее эффективности, свобода важнее безопасности, свобода важнее эстетики и красоты. Чтобы таким депутатам, как Яровая, было сложно принимать ужасные, идиотские, репрессивные законы, которые портят нам всем жизнь, нам нужны честные и разумные депутаты. Одним из них этой осенью может стать мой друг и товарищ по либертарианской партии Андрей Шальник. Он депутат города Пушкина. Он идет в Думу по 125-му одномандатному округу. У нас есть отличная команда. Это замечательные люди, которые как из нашей партии, так и те, кто к нам прикнули. У нас есть хорошие шансы на победу. Округ сложный, но очень интересный, и у нас есть хороший потенциал. Поддержите нас, и у нас будет в Думе депутат, который будет последовательно защищать идеи и принципы свободы. Спасибо. Спасибо. Пакет Яровой совершенно уникальная штука в своем умении объединять людей, привезти кучу народу вечером в Сокольники на площадку в лесу, и объединяются очень разные политические силы. От правительственных экспертов до левых, правых, каких угодно организаций. Сейчас выступит Иван Навиопов от известной у меня организации под названием «Непримиримая лига». Но вот и такие организации тоже Пакет Яровой сумел объединить на одной площадке. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад приветствовать всех, кто собрался сегодня здесь, несмотря на абсолютно скотское и подлое поведение московской мэрии, кураторов из Кремля. Спасибо, что вы здесь, спасибо организаторам за приведенную работу. Что хочется сказать? Сегодня, да, последовательно пытаются некоторые граждане задавить нашу с вами свободу, сначала они от нас отнимут интернет, потом они, вероятно, предпочтут, чтобы мы ходили в каких-то электронных кандалах, которые будут бить нас током, ну, просто чтобы не разбегались лишний раз. Вот видите, микрофон привязан, вероятно, скоро мы все с вами будем таким образом привязаны. Дело-то в чем? Дело в чем? Это все, конечно, очень прекрасно, но у нас сегодня многие полагают, что тема свободы в интернете, она не так важна, как тема, например, честных выборов, для кого-то это ограничение иммиграции, что угодно. На самом деле, к сожалению, если у нас завтра отключат интернет, или он вырастет в своих ценах до небывалых высот, когда нам надо будет платить, извините, по 100 долларов за гигабайт, то, вероятно, мы не узнаем ни о том, что у нас нет честных выборов, ни о том, что у нас в стране, я даже не знаю, как правильно охарактеризовать сложившуюся ситуацию, ну, цензурные слова здесь заканчиваются. И со всем этим закручиваемым гаек наша страна действительно напоминает уже какую-то адскую антиутопию, ну, в духе Брэдбери или Оруэлла. Вот на баннере, как у нас написано, совершенно правильно, да, вот товарищ держит табличку 1-9-8-4, это не гайд, там у нас написано, когда тухнет разум, начинает гореть бумага, в общем-то, все так и есть. Скоро, вероятно, оперативники из Центра противодействия экстремизма будут приходить к нам домой, как бы, и сжигать от греха подальше всю нашу литературу, ну, чтобы мы там не набрались, скажем так, крамольных мыслей. Вот я, кстати, вижу, снимают, да, у некоторых я вижу такие замечательные айфоны, коробочки там и так далее. Вот эти коробочки выпускает, как известно, компания Apple, которая, ну, скажем так, ее капиталы стоят несколько больше, чем, например, Газпром, Лукойл, Роснефть и же с ними вместе взятые. То есть, если Газпром это национальное достояние, то нация у нас, ну, достаточно бедная в этом плане, видимо. Что хочешь сказать, помимо прочего? Длиннее. Весомее! Весомее, весомее. Здесь собрались действительно самые разные силы, и это действительно радует. Я надеюсь, все-таки, что вот эти вот граждане, появившиеся в Советском Союзе, как бы контролирующие нас с того самого периода, вот это самое ЧКУ, ГПУ, КГБ, ФСБ, они рано или поздно, ну, скажем так, немножко укоротятся на сантиметров, так, на 10 в высоту, и мы с вами, наконец-то, обретем долгожданную свободу. И в нашей новой России мы получим не только свободный интернет, мы получим все, мы получим честные выборы, мы получим новую, совершенно новую социальную, экономическую политику, мы получим рост экономики, мы получим все. Но все начинается с малого, все начинается с борьбы за свою свободу. Россия будет свободной. Артем Козлюк, Роскомсвобода. Роскомсвобода, кто не знает, это прекрасный ресурс, который давно ведет мониторинг нарушений цифровых прав в России, и который очень много полезных всяких штук делает, в том числе для инструментов для обхода блокировок и всего прочего. Приветствую вас, друзья! Знаете ли вы о том, что все, кто здесь собрался поддерживать террористов и хочет, чтобы они уничтожили вас и ваших детей? Это слова одного из депутатов Госдумы, который всех нас здесь считает предателями. Да, мы предатели, возможно, его идеального мира с черными воронками, допросами, доносами и тотальной слежки. Но у нас есть свой идеальный мир, где государство уважает права и свободы человека и граждан, наших граждан России. Именно здесь мы собрались по этому случаю защищать эти права, права наши с вами, которые обозначены в Конституции, которые сейчас все больше и больше нарушаются с каждой законодательной нормой. Мы здесь стоим в обороне здравого смысла, в обороне от абсурда и беспредела законодательных органов и тех, кто исполняет данные законы, которые нельзя иначе назвать как преступные, потому что противоречат в явном виде Конституции. Что можно сделать? В первую очередь, мне кажется, это повышать цифровую грамотность. Не только свою, но и своего окружения, своих родных, близких, друзей, коллег. Конфиденциальность становится важным принципом нашего с вами общения в сетевом пространстве. Стоит знать о том, что тайна переписки, тайна нашего взаимодействия – это важные принципы, которые сейчас пытаются нарушить. Но, тем не менее, есть инструменты, которые позволяют сохранить конфиденциальность и тайну переписки. Свободу нашего выражения мнений, общения, взаимодействия. Если говорить про звонки, есть сервисы, которые позволяют общаться без угрозы о том, что нас прослушают. Например, устанавливайте сигнал в свои телефоны. То же самое, если говорить про мессенджеры. Устанавливайте те и пользуйтесь, которые позволяют общаться с помощью шифрования. То же самое, если говорить про электронные переписки. Все эти сервисы есть прямо сейчас в ассортименте. Все они уже сейчас удобны в использовании. Но надо понимать, чтобы не только вы сами использовали эти сервисы, но и ваши собеседники. Иначе в любом случае ваше общение будет дискредитировано и его, возможно, будет прослушать. Только общие взаимодействия, да, общие принципы сохранения конфиденциальности ваших разговоров, вашей переписки, вашего общения может послужить правильную службу. Надо помнить о том, что именно знания были всегда тем оружием против невежества и против агрессии со стороны тех властных лиц, которые пытаются ограничить наши с вами конституционные свободы в сетевом пространстве. Поэтому несите эти знания не только в себе, но и заражайте окружающих. Ну а мы будем отстаивать ваши цифровые права, как это возможно. Спасибо. Спасибо Роскому Свободе, спасибо Артем. Дальше без особых представлений Алексей Навальный. Всем привет. Приветствую на первом в моем опыте митинге в лесу. Погода неплохая, но раз мы находимся в лесу, значит происходит, наверное, что-то не очень хорошее в целом в нашей стране. Меня нормально слышно? А видно? Хотите на заборчик залезу? Я очень надеюсь с него не упасть. Но если это случится, это будет первая жертва закона Яровой. У меня сначала к вам такой вопрос. Кто из вас вообще знает Яровую? Знаком с ней, живьем ее видел? Есть такие? Ну я вижу пара человек. Разговаривал кто-нибудь с ней? Я знаю Яровую очень хорошо. Я много лет с ней состоял в одной партии. Она называлась Российская Демократическая Партия Яблоко. Я состоял с ней в одной партии. Я помню отлично съезд, на котором ее выбирали заместителем Явлинского. Яровая выходила на трибуну и говорила «Я ненавижу Путина! Я ненавижу Единую Россию!» И Зала ей говорила «Молодец, молодец, Единая Ирина Яровая!» Она говорила «Меня Единая Россия звала к себе, но я не пошла!» И Зала ей говорила «Боже, какое счастье! Ирина Яровая, мы выберем тебя заместителем председателя партии!» И выбрали. Потому что это была такая женщина, которая была на том съезде весьма антипутински настроена. Она ненавидела Путина. Она ненавидела Единую Россию. Сейчас она ненавидит нас. Но выясняется, что любит она только одну вещь. Какую? Деньги. То, что произошло с Яровой, это акт чего? Это акт политической... Проституции. Совершенно верно. Но что удивительно про этот акт политической проституции? Что есть женщина, проститутка. Есть заказчики. А платим за это, за все, почему-то мы. Хотим мы платить за эту политическую проституцию? Нет! Будем мы платить за эту политическую проституцию? Нет! Я сегодня в посте, когда звал сегодня на этот митинг, я вешал фотографии из таких же митингов в Венгрии. Там люди выходили несколько раз и заставили правительство отменить такой закон. Вот там был отличный лозунг. Мы не зарабатываем столько, сколько вы воруете. Вот то же самое можно сказать и Яровой, и Единой России всем. Да мы не заработаем никогда столько, чтобы ваши аппетиты успокоить. Никаких денег не хватит для этого. Здоровья не хватит. Здесь Антон Носик говорил о цифрах, о цифрах денег, которые кому-то принесет закон Яровой. Это 5-7 триллионов рублей. Вот как вы считаете, эти люди откажутся от своих денег, от этих 5-7 триллионов рублей? Нет! Наш вот этот вот митинг в лесу остановит их? Нет! Пока все, что мы сделали, это даже смешно собакам Шувалова, которые летят на частном самолете. Они даже от этого не откажутся пока сейчас. Но ведь штука в том, что завтра жизнь не заканчивается. И я хочу, ну не знаю, расстроить, рассказать, важную вещь произнести для многих тех, кто после каждого митинга, после каждой неудачи там расстраивается, переживает или начинает писать все разбегаются, все разъезжаются, у страны нет будущего и так далее. Вот, друзья мои, вы можете что угодно писать, но вы никуда не уедете. Вы все равно останетесь здесь. И мы все будем седыми стариками. И все равно мы останемся здесь, в нашей стране, потому что у нас нет другой. И на самом деле мы не хотим в другую страну. Поэтому нет такой точке, в которой мы проиграли. Проиграли мы только тогда, когда остановили свою борьбу. Ехал сюда, зашел в Википедию и прочитал статью «Протестное движение в России». Оно официально называется в статье «Протестное движение 2011-2013 года». Понимаете? Все, протестного движения нету. Но вы-то здесь. Вот, я не прекратил свое протестное движение. У меня вопрос к вам. Вы протестное движение прекратили? Нет! Еще не начинали. Вот. Вот он правильный ответ. Мое протестное движение всегда со мной. И это протестное движение не прекратится до тех пор, пока страна не будет жить нормально и справедливо. Как ей положено жить, как все мы заслужили. В этой же статье в Википедии написано, перечислены просто митинги. Вот подскажите мне, кто знает, сколько было всего митингов в ходе протестного движения в Москве и в крупных городах? Сколько? Сто? Тысяча? Нет, двадцать митингов. Двадцать митингов мы провели всего лишь. И уже все умирают там, пишут. Боже мой, у нас ничего не получилось. А как вы считаете, Ротенберг откажется от триллиона рублей из-за двадцати митингов? Нет! Двадцать. Я готов провести двести. Как я говорил на одном из митингов, я не изменил в своей позиции. Я готов как на работу на них ходить. И, друзья мои, может это звучит не очень ободряюще, но, тем не менее, избитая фраза «свобода никогда не достается бесплатно». Пока мы с вами не сказать, что мы переработались. Да, многие из нас, некоторые из нас заплатили за эти митинги своей свободой. Некоторые заплатили своей жизнью. Но в основном большинство из нас просто двадцать раз пришло на митинги. Мне кажется, этого недостаточно для того, чтобы добиться свободы в стране. Этого недостаточно для того, чтобы победить ту самую настоящую мафию. Я уже не в переносном смысле, я не говорю вот так вот, мафия. У нас генпрокуратура связана с бандой Цапков. У нас следственный комитет покрывает Шакро Молодого. У нас в Центробанке, как мы сегодня выяснили, сидят люди из Тамбовской группировки. У нас президент страны, из Таганской меня поправляют, извините, я не разобрался, из Таганской группировки. У нас Путин связан с Кумариным. Это самые настоящие бандиты в буквальном смысле слова. Сражаться с ними будет тяжело. Вполне вероятно, это будет долго. но другой страны нету. И другого места нету. Поэтому мы должны вернуться на улицы так или иначе. Будет нас много, будет нас мало. Будет нас много, это будет быстрее. Будет нас мало, это будет гораздо дольше и страшнее. Но все зависит только от нас самих. Я готов вернуться на улицу. Скажите мне вы, вы готовы? Да! Ну вот и все. честно говоря, я большую часть своей... Люди считают, что я чаще всего выступал перед какими-то там тысячными аудиториями. Большую часть своей политической жизни и журналисты, которые знают меня много лет, они отлично знают это. Я выступал на митингах, где было 17 человек. 12 человек, 20 человек, 4 человека были пикеты первые. В 7, 8 и 9 году политическая обстановка в плане оппозиционного движения была гораздо хуже, чем сейчас. Я не мог мечтать о митинге такой численности. Все зависит от нас. Нет ничего, что вернет нам в карманы деньги, которые они ворот, кроме нас самих. Завершая, хочу сказать, у нас популярный лозунг «Россия будет свободной». Сегодня давайте скажем лозунг «Мы сделаем Россию свободной». Спасибо большое, мы победим! Спасибо большое, мы победим! АПЛОДИСМЕНТЫ митинг мы продолжаем. Двигаемся дальше. У нас еще три выступления. Закон Яровой приняли депутаты, депутаты, которых никто не избирал, как сама Ирина Яровая. Ее никто никогда никуда не избирал, но тем не менее, она сидит в Госдуме и принимает бессмысленные законы. Это был такой последний аккорд бешеного принтера. Сейчас идет предвыборная кампания, сейчас люди честные и хорошие вокруг нас в Москве пытаются стать депутатами, которые будут не такими депутатами, как Ирина Яровая. Я хотел бы паре из них дать слово. Хозяин площадки, можно сказать, Николай Ляскин, который идет от округа, в который входят Сокольники, кандидат депутата Госдумы. Всем привет! Тут, как говорится, Алексей Навальный знает всегда новые высоты, уже как негоже выступать просто так. Федьман, поднись. Всем привет! А суда, кстати, гораздо больше людей, кажется. Смотрите, вот мы сейчас находимся в Сокольниках. Это такая небольшая инсталляция России. В Сокольниках повстригли кусты, проложили дорожки, пустили велосипеды и сделали освещение. И в России нам пытаются показать, что у нас все хорошо, что учителя зарабатывают, что на то и растут. Но на самом деле, что происходит? Те, кто говорят правду, загоняют в лес. А в России что происходит? Те, кто говорят правду, убивают, калечат им судьбы, сажают в тюрьмы. Что у нас происходит в Сокольниках? Есть местные активисты, на которых глупые и жадные глава управы организуют физические нападения. В России это убийство, поломанные ребра и руки. Что происходит с главой управы последний месяц? Мы сделали так, что он ушел на больничный и по нашим данным он с этого больничного не выйдет. мы должны сделать так и в стране. Вся эта власть должна уйти на больничный и на нем остаться. Друзья, вот у меня там многие из вас видели, куб стоит. Вот на нем фраза, она выражает самое мягкое, что мне говорят люди на моих бесконечных встречах. Там написано они охренели, так быть не должно. Вот от нас зависит, будет так или нет. Если мы будем молчать, они дальше будут себя вести по-хамски. Поэтому действуйте различными методами. Митинги, распространение информации, участие в избирательных кампаниях нормальных кандидатов. Делайте что угодно, лишь бы не молчать и не сидеть дома. Движение это то, что мы можем противопоставить этой глупой, лживой и воровской власти. Спасибо вам, вы лучшие! И еще один кандидат в депутаты Госдумы, еще один человек, который продолжает серию выступления людей, которые уже не первый год под подпиской не выездят, Константин Янкаускас. Туда заберешься? Да, попробую. Добрый день, друзья! Я вот на самом деле хочу, наверное, первым из выступающих Ирину Яровую похвалить. Она нам всем дала пример, каким не должен быть депутат. Нам, кандидатам в Государственную Думу, независимым кандидатам сейчас намного легче вести избирательную кампанию. Мы просто приходим и говорим, мы не такие, как Ирина Яровая. Мы хотим работать для вас, а не придумывать какие-то бредовые запреты из головы. И после этого у нас совершенно непринужденная обстановка на встречах. После этого люди нас поддерживают, обещают прийти голосовать. Поэтому я хочу сказать, Ирина Яровая, большое вам спасибо за то, что вы показали всей стране, каким депутатом быть нельзя. Мы сейчас, у нас идет избирательная кампания, у меня, у Коли, у Андрея Шалева, у Юлии Галямина и у многих других. Мы сейчас боремся с коллективной Ириной Яровой. Потому что таких депутатов, которые то ли в сознательном, то ли в полубессознательном, то ли совсем в бессознательном состоянии принимают вот эти законы, их победить очень сложно. Я тоже хочу вас призвать потратить немного своего свободного времени, прийти помочь нам агитировать на Кубы или сделать пассивное пожертвование. Вот так вот по копейке мы можем этих коллективных Яровых, этих коллективных Сидякиных победить. Потому что люди на самом деле недовольны, я повторюсь, люди против этого закона проекта Яровой. Здесь должен присутствовать один из жителей Черемушек, который вчера на встрече в конце меня спросил, ну а как вы относитесь к вот этой вот рыжей? Я тут же помогу, к Яровой я говорю, я иду на митинг. И я с вами иду на митинг, поэтому нас уже как минимум на два человека сегодня больше пришло. И последнее, что я хочу сказать, конечно, когда мы получим большинство в Государственной Думе, может быть, не в этом сажиме, но в следующем точно, мы вот этот законопроект об обязательном хранении всей переписки, телефонных разговоров, скайп-звонков, мы отменим. Единственное, что мы будем хранить, это анализы мочи и крови таких депутатов, как Яровая, чтобы когда мы их будем наказывать за уголовные преступления, а такие законы это уголовные преступления и нарушение кондиционного строя, наркотическое или алкогольное опьянение, в котором писались эти законы, будет отягчающим обстоятельством. Я уверен, что мы этого добьемся. Спасибо! Ну раз уж как-то все оседлали этот броневичок, то я тоже продолжу. Я так не умею пламенно, как профессиональные кандидаты в мэры и в депутаты, но я хотел о дальнейших действиях, потому что самый часто задаваемый вопрос перед митингом и во время него это, собственно говоря, ну, а что делать-то дальше? Вот этот пакет Яровой, вот он принят, куда теперь и зачем махать с кулаками после драки? Хорошая новость, ну или кому как, кому плохая, кому хорошая, в том, что драка-то только начинается. Закон принят месяц назад, и да, плохо, мы за это время еще ничего долгом не сделали. Но вступит в силу в части интернета вот всех этих гадостей про хранение ключей, и трафика, и про дешифровку еще только через полтора года. Это значит, что у нас есть полтора года на осмысленную, большую, содержательную политическую кампанию, которую сейчас мы только начинаем, у которой сейчас только самая первая точка. В чем будет заключаться эта кампания? У нас есть полтора года на то, чтобы выбить из-под пакета яровой экономический базис. Это то, о чем говорил Антон Носик в самом начале. Любые законы в России сегодня принимаются только исключительно для того, чтобы кто-то на них мог украсть денег. Про пакет яровой мы очень хорошо знаем конкретные ФСБшники, конкретные жулики, конкретные конторы, которые эти деньги хотят украсть в рамках системы СОРМ. Ну, значит, у нас есть полтора года для юридической работы по отмене СОРМа, по подрыву его основ, по изменению нормативной базы, чтобы это все стало просто для них экономически бессмысленно. Из-под пакета мировой надо выбить смысловой базис. Об этом говорили Артем Козлюк, сархист Дарбинян. Закон ведь принят для того, чтобы все читать. И они хотят все читать. Окей, у нас есть полтора года, чтобы научиться пользоваться шифрованием, чтобы всех вокруг себя научить, чтобы разработать, почему не новые простые инструменты, однокнопочные, легко устанавливаемые приложения для шифрования трафика, для защищенной переписки. Ими начать пользоваться. Тогда в этом все не будет смысла. Наконец, о чем говорили о политике, из-под закона яровой надо выбить политический базис. Он ведь принят, как любой закон, в надежде на то, что толком про него никто не узнает, никто не услышит. Последние цифры, которые я видел, типа 30% только россиян о нем слышали. Но из тех, кто слышали, подавляющее большинство не одобряют. Ну отлично. У нас есть полтора года, для того, чтобы сделать так, чтобы слышали все. И для того, чтобы политик, который весной 2018 года пойдет на выборы, не мог бы публично говорить, что он одобряет. Иначе это скажется на его рейтинге. Иначе это снимет с его ним. Иначе это сделает его не таким популярным. А ему, этому политику, очень хочется быть самым популярным. У нас есть полтора года на то, чтобы, пользуясь этой ошибкой, сделать его самым непопулярным. Всем рассказать. как мы будем вести эту кампанию, которую мы начинаем сегодня? Да, как обычно, складывать наши усилия вместе. Лайк, share, ретвит тоже работают. Зря говорят, что они не работают. Но это минута времени. Соответственно, вкладываешь усилия на минуту, ну, и рассчитывать на отдачу можешь на минуту. Подпись петиции на ROI, это уже 10 минут времени. надо снилс поискать, какие-то осмысленные действия сделать. Соответственно, и влияние больше. Прийти на митинг, это час времени. 4 тысячи человек пришло на митинг, 4 тысячи человек и часов. Это уже серьезное политическое воздействие, которое заставляет прислушаться. Вот у нас есть полтора года для того, чтобы разные наши политические усилия сложить вместе в политическую дубинку такой силы, которая этот закон отменит, ну, или приведет к тому, что он просто не будет исполняться, как это бывает очень часто. Главное же эту дубинку правильно собрать и в нужное место ударить. Ну, вы знаете анекдот про нанести удар. Вот тут такая же история. Мы знаем, что если есть рычаг подходящий и точка опора подходящая, то таким движением можно землю повернуть. Ну, вот общество защиты интернета готовы дать такую точку опоры. Мы знаем, что делать, мы знаем, как вести эту кампанию, которую мы сегодня начинаем. Вас мы просим стать таким рычагом, дубинкой, рукояткой, чем угодно. Мы с вами вместе поработаем и за полтора года у нас есть все возможности эту ситуацию полностью изменить и исправить. И мы надеемся, что эта политическая кампания станет началом и примером для многих других успешных, больших, долгосрочных политических кампаний в нашей стране. Главное добить и не сдаваться. Спасибо. Друзья, спасибо большое. Собственно, повестка наша исчерпана. Если митинг получился коротким и ярким, никто нас не заставляет делать его затянутым и трудным. Это первый митинг. Это начало большой политической кампании. Пожалуйста, присоединяйтесь к ней, приходите еще. Будем работать и победим. Спасибо большое еще раз. Спасибо. Ну что, друзья мои, спасибо за внимание. На этом наша трансляция, наверное, заканчивается. Спасибо. До новых встреч. Продолжение следует...